Ребята, и снова всем привет! Как я вам и обещал, через неделю запишу очередное видео по поводу заработка на площадке Яндекс.Дзен. Сейчас вы наблюдаете на экране прошлый видеоролик, который был записан 20 июля 2021 года, то есть в прошлый вторник. И в прошлом видеоролике я показывал доход в Дзене на всех своих каналах. Обратите внимание, вот сейчас на видео, запись прошлого видеоролика, и вот здесь вот я показал... Наш целый 1 рубль. Так, сейчас отключу карандашик. Я в прошлом видеоролике обвел эту сумму, вот, на 20 июля был заработок 1 рубль. Так что я не ошибаюсь, да, получается. Ну, в общем, вот, показал заработок на первом канале, значит, за один день 1 рубль, да. Теперь поехали, посмотрим дальше следующие каналы. Сейчас я переключусь на второй канал. Сейчас перескочим на второй канал. Вот оно. На втором канале я заработал аж... Сфиксируем сумму, значит, на первом было 1 рубль, на втором 10. 10 рублей. Сейчас я прям для себя запишу, чтобы не вводить вас в заблуждение, да. Первый 1, второй 10. И давайте сейчас посмотрим третий канал. Целых 10 рублей. Вот, включая карандашик, показывая вам. И сейчас будет третий канал, который монетизируется прям сначала. И на третьем канале, смотрите, вот она сумма. 66 рублей на понедельник. Ой, на вторник, на прошлый. 66 рублей. Все, в принципе, мне этот видеоролик уже не нужен. Теперь переходим в Дзен, ребята. Переходим в мой Дзен. И смотрим, ребята. Вот, на сегодняшний день, вот такая вот сумма. 6 рублей. То есть, получается, с прошлого вторника до этот вторник, за неделю я заработал всего 6 рублей. Всего лишь 6 рублей. Теперь переходим на второй канал. У меня три канала, напомню вам. Сейчас переходим на кулинарный. Значит, на кулинарном у меня баланс 22 рубля. В прошлый раз у меня было 10. Значит, я заработал за неделю аж плюс 12 рублей. Отлично, ребята. Доход просто радует. И переходим на третий канал. На третьем канале у нас 124 рубля. А в прошлый вторник было 66 рублей. Значит, я, получается, заработал 68 рублей. 68 рублей доход за неделю. За неделю доход 68 рублей. Отлично. Отлично. Яндекс Дзен просто радует глаз. Намного лучше, правильно, ребят, чем Яндекс Эфир? Яндекс Эфир был получше. Точнее, похуже. Яндекс Дзен прям дает заработать. Шучу, ребят. Значит, что, получается, сейчас происходит в Дзене? Значит, я уже писал в техподдержку. Мне как-то написал, что же за дела, ребят. Как это так? Почему в Эфире я зарабатывал в 500 раз больше, а в Дзене я зарабатывал в 500 раз меньше? Ну, мне как-то писали там формулировку свою ответа стандартную. Робот пишет, наверное. Вот вы понимаете, все зависит от показов, все зависит от просмотра ваших видеороликов, от просмотра рекламы на видеороликах. Ну, в общем, ответ был такой. Сейчас я покажу вам этот официальный ответ, чтобы вы немножко понимали, какой был именно официальный ответ, какая была официальная формулировка того, почему такой низкий доход. Ну, а теперь давайте посмотрим, что же я писал. Значит, я отправил с двух каналов, со своих, с первого и со второго, с третьего не стал отправлять. В принципе, с двух хватит, это бесполезно им что-то писать. Значит, я написал одно и то же сообщение. Вот он текст сообщения. Здравствуйте, уважаемая поддержка Дзена. Хотелось бы у вас уточнить по поводу монетизации и своего дохода на канале. Почему у вас такое отношение к блогерам? Посмотрите, пожалуйста, какое количество видео на моем канале и мой заработок. И ставлю смайл. В Яндекс.Эфире я зарабатывал в день в 500 раз больше. И это без шуток. Как считаете, лично вы, это достойное вознаграждение за труд блогера или нет? И стоит ли продолжать с вами сотрудничество мне и другим блогерам? Ну, соответственно, я отправил это письмо. Дальше я отправил точно такое же письмо со второго канала кулинарного. Текст тот же самый, скопировал, вставил. Дальше мне пришел ответ от Яны. От Яны. И читаем этот ответ. Здравствуйте, постараюсь рассказать немного подробнее о том, из чего складывается заработок. Некоторое падение доходов, с которым вы столкнулись, связано с тем, что начисление происходит не за показы или дочитывания, а за взаимодействие читателей с рекламным блоком. Они существуют нескольких типов. Одни монетизируются за просмотр, другие за переход, третьи за досмотр рекламы до конца. При этом для всех читателей появляются свои баннеры на каналах. Нет какого-то определенного количества или формата. Соответственно, каждая реклама стоит по-разному. Таким образом, сумма заработка – это сложение всех взаимодействий читателей с рекламными баннерами за определенный промежуток времени. Какой-то фиксированной тарификации за клик не существует. Это всегда динамическая величина, которая базируется на различных показателях в конкретный момент времени на рынке рекламы. Яна. Команда поддержки Дзена. Вот такой вот, ребята, ответ. Никакой конкретики вообще нет. Какая тарификация? Вы о чем? Нет тарификации за клик? Нет ее фиксированной тарификации. Вы о чем, ребят? Губу закатайте, чтобы у вас была тарификация фиксированная. Это всегда динамическая величина, которая базируется на различных показателях в конкретный момент времени на рынке рекламы. То есть, тут еще конкретный момент времени на рынке рекламы. Ребят, поехали дальше. Дальше приходит ответ от Марии. Команда поддержки Дзена. Читаем дальше. Давайте попробуем разобраться вместе с вами, как именно работает монетизация. Расчет вознаграждения происходит на основании взаимодействия пользователя с рекламными блоками. Доход не привязывается к конкретной сумме. Он зависит от рекламодателей и их условий на сегодняшний день. Одни рекламные блоки приносят доход за переход клик по объявлению на сайт рекламодателя. Рекламодатель оставляет за собой право изменять условия и уровень оплаты рекламы. Ребят, то есть, тут и Дзен не регулирует тарифы, и рекламодатель не регулирует тарифы. То есть, если, к примеру, рекламодатель заплатил за рекламу Кока-Колы 1 миллион рублей, то потом он, наверное, будет еще уменьшать эту сумму за рекламу. Но нет какого-то конкретики. То есть, и мы тут не при делах, и рекламодатель может изменить свои условия. Вот так. Возможно, пользователи не так активно взаимодействуют с рекламными блоками в ваших материалах. Поэтому заработок отличается от ожидаемого вами. То есть, у меня уже нервный тик от них. Ладно, дальше дочитывать не буду. Теперь я написал еще в Дзен, ой, в Эфир, ребята, написал письмо, но ответ так и не поступил, к сожалению. Я написал так. Здравствуйте, уважаемая поддержка Яндекс.Эфира. После переезда в Дзен заработок со всех моих каналов уменьшился в разы. То есть, Дзен почти ничего и не платит за труд блогеров. Почему происходит такое отличие на двух площадках? Вот, например, в Эфире доход был с одного канала около 500 рублей в день. А в Дзене 1 рубль. Разница в 500 раз. У вас было лучше, чем в Дзене. Зачем блогеры переезжали, не совсем понятно. Наверное, для того, чтобы просто уйти из Дзена. Ребята, ну зачем было изобретать велосипед, если он уже был изобретен в Эфире? И прикрепил им снимок с экрана своего дохода. Да, я прикреплял. Вот он он. В общем, где-то прикреплял. Может быть, здесь я снимок сделал до того, как я прикрепил. Но я прикреплял им снимок с экрана своего личного кабинета. Ну и давайте перейдем опять в личный кабинет мой первого канала. Ребята, ну за все 6 дней я заработал 6 рублей. То есть доход в день 1 рубль. А теперь, внимание, количество видео 585 штук. На первом канале в Эфире, в Яндекс.Эфире я зарабатывал 500 рублей в день у меня было. Вот скажите, неужели 585 видеороликов просматривается всего лишь на 1 рубль в день? Вот интересно очень. Значит, в прошлых видеороликах я обещал вам, что скорее всего в конце июля я буду удалять все свои видео с этой площадки, которая вообще ничего не платит. Это, считаю, копейки вообще, это отношение очень унизительное за такую работу. Значит, но принял решение, ребят, давайте уже потерпим до конца августа. То есть я полностью вот с 1 августа, 1 августа я сниму еще один видеоролик по поводу Дзена. Покажу вам доход, который будет на 1 августа. И с 1 августа и до конца августа давайте посмотрим, как они начнут работать. Почему? Потому что они мне отправляли письмо о том, что у них какие-то произошли сбои на площадке, что-то произошло там с монетизацией, короче, совсем с кармой что-то произошло. С кармой у меня все нормально, я уже проверял, вот здесь я смотрел ее. Давайте вместе с вами заглянем. С кармой все отлично, никаких нарушений нет. Ну а насчет дохода, рубчик в день, это тоже, наверное, считается хорошим доходом в Дзене, раз, в принципе, у них все отлично, у них все нормально. Так что давайте посмотрим еще целый август, какая будет происходить ситуация. Возможно, в течение месяца доход увеличится. Возможно, Дзен поймет, что с таким отношением у них будет только отток блогеров. Новые блогеры заходить не будут, такие, как я. Да, ребята, которые пишут статьи, они будут заходить, они тут и работают в Дзене, потому что у них получается это делать, они тратят на это целый день, чтобы писать статьи. У меня, допустим, несколько работ, я не имею возможности такое тратить в свое время для написания статей и ждать Дзена, как говорится, с моря погоды, заплатят мне или не заплатят. У меня есть совсем другие доходы, где я не жду с моря погоды, где у меня идет стабильный доход. Поэтому, значит, для авторов статей этот контент, точнее эта площадка, наверное, подходит. Для авторов, которые работают в Ютубе, которые раньше занимались, как я, перезаливом роликов из Ютуба в Эфир, но когда Эфир свернулся и всех перевели в Дзен, теперь я занимаюсь всем тем же самым, перезаливая видео с Ютуба в Дзен. Но, как вы видите, ребята, вот такая вот монетизация, это просто слов нет. За такое отношение я бы лично в конце месяца плюнул бы, ушел бы, удалил бы все эти видеоролики, но принял решение еще посмотреть месяц. Еще раз объясню, если вы впервые на моем канале, для чего я это буду делать, почему я буду удалять. И советую всем так сделать, если вы зарабатываете вот такие вот жалкие копейки. Если вас, конечно, эти деньги устраивают, и вы на них сможете, ну, хотя бы как-то развиваться в плане существования на видеоплощадках, там, допустим, на Саверат, купить себе какой-то хороший микрофон за 6 рублей, либо какое-то еще оборудование, то, в принципе, я вам ничего не говорю. Я просто даю совет для тех, кто считает, что это копейки. Смотрите, значит, существует человек в интернете. Вот человек в интернете. Он, допустим, сегодня, ну, захотел, допустим, он найти видео, допустим, да, вот это вот. Вздулась батарея на телефоне. Вот этот видеоролик. Его интересует этот вопрос, да. Таких людей может быть много. В мире нас очень много существует, правильно? Правильно. Значит, человек ищет вот этот материал. У меня есть канал в YouTube. Вот он он. Обозначим буквой U его. И у меня есть канал, допустим, в Рутубе. Ну, допустим, у меня есть Рутуб. Да, Рутуб сейчас платит, но я сейчас там не зарабатываю. YouTube, Рутуб. И у меня есть канал в Дзене, да. Дзен якобы тоже платит, но он ничего не платит. Лично мне. Может, вам он и платит. Смотрите. Значит, человек ищет поисковый запрос у него найти, как, почему вздулась батарея в телефоне. Вот этот видеоролик. Значит, человек в Google, вот поисковая система Google, да, и он набирает вот здесь. Почему у меня вздулась в телефоне батарея? Соответственно, что будет происходить? Происходить будет следующее. Смотря какой из поисковой системы он набирает свой поисковый запрос. Если он использует Яндекс, то с большей вероятностью, что Яндекс может перекинуть этого человека вот сюда, в Дзен. Этот человек посмотрит этот видеоролик. Значит, Дзен не принесет 1 рубль за просмотр. А Рутуб и YouTube он пройдет мимо. Почему? Потому что он посмотрел этот видеоролик в Дзене. А если бы посмотрел этот видеоролик, например, в YouTube, а не в Дзене, да, вот допустим, он перешел бы не, ну, каким-то образом его перебросило не в Дзен, а в YouTube, я бы заработал бы в YouTube 10 рублей. Даже 100, потому что в YouTube больше зарабатываешь. Ну, к примеру, я образно говорю, 100 рублей, да. Соответственно, если мы будем размножать свои видеоролики на разных площадках, которые не платят деньги, то, соответственно, человек может попасть на любую из ваших площадок. Либо в YouTube, и вам повезло, вы заработали стольник, либо он попал, допустим, в Рутуб, да, вы там столько же заработали, 100 рублей, к примеру, вам повезло, да. Либо вам не повезло, и человек попал в Дзен, в Дзен. И вы заработали не 100, а на 99 рублей меньше. Но Дзен пишет, что мы не знаем, дружок, мы не знаем, как ты тут будешь зарабатывать, мы не знаем ни тарифов, ничего, у нас все скачет, и рекламодатель у нас может тариф уменьшить. Да и мы не знаем, сколько этот клик стоит, все не фиксировано. Поэтому, друг, ну, рубль не нравится, не нравится, уходи, а рубль нравится, оставайся. Соответственно, на вот этих площадках, допустим, на YouTube или на Рутубе, да, я буду терпеть минуса. Соответственно, если я вот этот весь контент снесу, вот, я, допустим, обнаружил, что мне не платит ни Рутуб не платит, и Дзен не платит, да, что я делаю? Я беру, удаляю все видеоролики с Дзена, удаляю все видеоролики с Рутуба, то есть удаляю со всех площадок, которые мне не платят вообще, или платят вот такие вот копейки позорные. То, соответственно, что будет получаться? Получаться будет следующее, вот этот вот человечек, когда будет искать, почему у него вздулась батарейка, он будет только заходить на ваш канал в YouTube. И вы будете зарабатывать с него нормальные деньги, потому что YouTube платит. А вот эти пути, допустим, в Дзен и в Рутуб, по которым он мог бы зайти, вот он Дзен, а вот он Рутуб, вы эти пути просто обрежете. И все, соответственно, человечек будет спокойно заходить прямиком на ваш канал в YouTube, подписываться, вы будете зарабатывать подписчиков себе, просмотры, зарабатывать будете деньги. А вот эти товарищи будут продолжать остальным платить по одному рублю в день и дождутся того, что не только я от них уйду, а будут массово уходить ребята из этого всего, чтобы не рассеивать свой контент. В те площадки, которые хитрые, которые хотят за счет чужого контента заработать денег, но при этом при всем платить один рубль, вот так вот и получится. И вы тем самым не будете рассеивать зрителя, вы будете направлять его чисто на площадку YouTube и зарабатывать свои денежки, которые платят YouTube честно, стабильно и без каких-либо задержек, и без всяких вот этих вот головных очков. Ой, извините, у нас все задержалось, у нас только вам один рубль за день. Всем спасибо за просмотр, ребята, вернемся, вернусь к вам 1 августа, и мы с вами зафиксируем, сколько я заработал до 1 августа, запишем эту сумму, и от этой суммы будем сразу отталкиваться, и потом посмотрим целый август, как он будет. Я месяц не буду записывать видео, в конце августа запишу еще один видос, и скорее всего мы с этой площадочкой попрощаемся вместе с вами в реальном времени. Я запишу это видео. Всем до новых встреч, пока.